Всем привет, меня зовут Руслан, рубрика «Неделя футбола на связи». В сегодняшнем выпуске. Будущее Лео Месси, российский след в финале Олимпиады, Челси, обновляющий свой трансферный рекорд, самый дорогой футболист Великобритании, который, тем не менее, не помог своей команде взять трофеи в дебютной игре, ну и многое-многое другое. Обязательно прямо сейчас влепите этому ролику лайк, подпишитесь на канал и после просмотра напишите в комментарии свое мнение по представленным здесь событиям. Поехали! В субботу завершился Олимпийский футбольный турнир в Токио, где победителем стала совсем не чужая для российского футбола сборная Бразилии, где выступают целых три легионера из премьер-лиги, причем один из них стал футболистом российского клуба буквально по ходу турнира. Это атакующий хавбек бразильского редбула Клаудиньо Родригес, который в четверг приедет в Петербург для прохождения медосмотра и подписания долгосрочного контракта с Зенитом. Переговоры о его переходе длились еще с начала июня. Его новоиспеченный партнер по клубу Малком во всех шести матчах олимпийского турнира выходил на замену, и именно в шестой финальной игре турнира с испанцами это сработало, и победный гол Малкома в овертайме принес Бразилии второе подряд олимпийское золото в футболе. А вот их партнер по национальной команде из ЦСКА Бруно Фукс, вызов которого для многих оказался сенсацией, на этом турнире не провел ни одной минуты на поле. Впрочем, на количество контента в его соцсетях этот факт никак не повлиял. Армейским болельщикам это прям хорошо знакомо. Им ничего не остается, кроме как надеяться, что на этой позитивной волне Бруно окончательно залечит все свои болячки и начнет наконец играть. Ведь спустя год после переезда в Россию на его счету всего лишь 12 минут на поле футболки ЦСКА. Ну и также российский след остался в женском финале, где сборная Канады в серии пенальти обыграла команду Швеции. Судила этот финал российская бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой. Если вы еще не забыли, то в предыдущем выпуске футбольной недели, который можно глянуть по ссылке в подсказке, я рассказывал об американском инвестиционном фонде, который выкупил 10 процентов акций Ла Лиги за полтора миллиарда евро, в результате чего Барселона получила почти 300 миллионов и смогла себе позволить продление контракта Лео Месси. Однако Ла Лига даже ради главной звезды футбола не стала изменять собственным правилам насчет потолка зарплат, которые действуют в Испании. Затраты местных клубов на зарплатный фонд строго привязаны к доходам и все это четко контролируется. С падением доходов естественно снижается и сумма, которую клуб по правилам может потратить на зарплаты по итогам сезона. И в итоге на будущий сезон, исходя из регламента Ла Лиги, у Барсы заложено всего лишь 150 миллионов евро на выплату зарплат. И похоже, что за Месси потянутся и другие высокооплачиваемые игроки каталонцев, раз уж для него не сделали исключение. Подобных финансовых ограничений нет во Франции, где Лео скорее всего и продолжит свою карьеру. После трогательной церемонии прощания президент Барсы Лапорта подтвердил, что Месси перейдет в ПСЖ. Правда, идея собрать убойное трио в линии нападения под угрозой из-за стойкого желания Кильяна Мбаппе переехать в Мадрид. Но возможно, что как раз таки благодаря возможности сыграть вместе с легендой, француза все-таки переубедят. В субботу дал старт большой английский сезон. Спустя чуть менее, чем через месяц после финальной игры Евро, Уэмбли снова ожидала большая вывеска. Чемпион Англии Манчестер Сити встречался с обладателем Кубка Лестером, который продолжает при довольно скромных вложениях творить историю и на равных конкурировать с могущественными английскими клубами. При абсолютно равной игре Лисы лучше провели концовку встречи, в результате чего они не дали игре перейти в серию пенальти, заработав пенальти во время основного времени матча. И реализовал этот 11-метровый бывший игрок горожан Келечи и Хианачо, который покинул Сити в 17-м году из-за несоответствия игровым принципам Гвардиолы. Пеп на 65-й минуте этого матча выпустил на поле самого дорогого британского футболиста в истории футбола, чей трансфер из Останвилы в Сити за 100 миллионов фунтов на прошедшей неделе стал рекордным для АПЛ. Речь естественно про Джека Гриллиша. Представьте себе, шейхи настолько не ощущают кризис и последствия пандемии, что они готовы тратить такие суммы за игрока на левую бровку атаки, где уже и так полный набор и идет жесточайшая конкуренция между Стерлингом, Фоденом, Бернарду Силвой и Морезом. Ну как там ваш финансовый фейерплей поживает, господин Чиферин? В самом матче за суперкубок новичок за отведенные ему 25 минут ничем особенным не отметился и вообще получил одну из самых низких оценок в своей команде. Не отстает от своего конкурента и Челси, который на этой неделе перебьет свой трансферный рекорд. Не сумев сбить ценник на Эрлинга Холланда, английский клуб спустя 7 лет решил вернуть на Стэнфорд-бридж Ромелу Лукаку. Этот переход обойдется Роману Абрамовичу в 115 миллионов евро. Бельгиец стал третьей большой звездой Интера после Конте и Хакими, покинувший клуб в рамках большой оптимизации от китайских владельцев. Следующим на выход, похоже, отправится партнер бельгийца по нападению Лаутаро Мартинес, с которым Тоттенхэм уже предварительно согласовал детали личного контракта. Стартовая сумма, которую предложили шпоры – 70 миллионов евро, однако семейство Джан намерено выручить за аргентинца как минимум 90 миллионов. Тифози Нерадзури уже продемонстрировали свое недовольство этим решением руководства, вывесив перед офисом клуба баннер со словами «Джан, время истекло». До этого различные фанатские группировки уже предупреждали руководство, что если оно продолжит распродажу чемпионской команды, то их ждет серьезный ответ от болельщиков. Думаю, что на неделе стоит ожидать новостей на эту тему из Милана сразу после того, как Челси объявит об этой сделке. По-настоящему кровавым получился третий тур российской премьер-лиги. В субботу защитник Нижнего Новгорода Иван Миладинович в верховой борьбе столкнулся головой с Эзекьелем Понце и потерял сознание еще в прыжке, сильно ударившись головой при приземлении. В результате у игрока открылось глубокое рассечение в правой височной области головы. В спешном порядке Миладинович был доставлен в Боткинскую больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Вчера днем многих напугала информация, что Иван находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Однако позже вечером его агент обнадежил. Футболист пошел на поправку, он в сознании, разговаривает, двигается и в общем все обошлось. До середины недели врачи решили перестраховаться и оставить его в реанимации. Ну а при успешном прохождении всех обследований он будет выписан уже к среде или четвергу. В стартовой игре Юрия Семина в Ростове произошел не менее кровавый эпизод. Павлу Мамаеву также в верховой борьбе после столкновения головами рассекли бровь. Почти пять минут врачи Ростова пытались остановить кровь и в результате Мамаев отыграл еще почти час с перемотанной головой, периодически меняя бинты. Набравшие всего по три очка в трех стартовых турах Спартак и Краснодар выдали свой худший старт в премьер-лиге за последние 10 лет. Красно-белые в последний раз одерживали всего одну победу в трех играх на старте в длинном сезоне 11-12, когда российский чемпионат только-только переходил на систему осень-весна. По итогу Спартак в концовке чемпионата разделил с локомотивом четвертую-пятые строчки в таблице. Для Краснодара же текущий результат по итогам трех туров вообще стал худшим во всей истории клуба в высшем дивизионе, который отсчитывается с того же переходного сезона 11-12, когда трансферы за десятки миллионов евро клубу Сергея Галицкого еще только снились. На самом-то деле два поражения в трех турах ставят под большое сомнение амбиции Спартака и Краснодара занять по итогам турнира место в тройке. За последние 10 лет в премьер-лиге лишь в четырех случаях из 30 возможных место в первой тройке занимала команда, проигравшая 7-8 матчей. Привычный же результат это 5-6 поражений. И это у Спартака еще групповая стадия Еврокубка не началась, а этот план уже выполнен на треть. Занятная история из подземелья английского футбола. Один из самых опытных и узнаваемых британских арбитров Майк Дин является болельщиком клуба Транмир Роверс, который выступает в четвертом по силе английском дивизионе. 53-летний судья, частый гость на фанатской трибуне Транмера. Вот и на прошлой неделе он шизил за свой клуб в домашней игре против Уолсала. Однако удовольствие от атмосферы матча любимой команды смазало травма помощника главного арбитра этой встречи. В итоге пришлось делать замену и на поле появился запасной рефери. И кто бы вы думали, занял место четвертого арбитра на Бровке. Это Майк Дин спустился с трибуны, о чем-то переговорил с официальными лицами, а затем взял на себя обязанности запасного рефери. Транмир благополучно выиграл этот матч со счетом 1-0. Ну и в концовочке несколько важных инфоповодов прошедшей недели одной строкой. Элдор Шамуродов забил свой первый гол за Рому в дебютной игре против испанского Бетиса. Правда, это не помогло его команде избежать разгрома в этом товарищеском матче. Харри Кейн все-таки прибыл в расположение Тоттенхэма после забастовки из-за отказа клуба продать его в Манчестер Сити. Он заявил, что болельщики его неправильно поняли и ему было очень больно читать многочисленные комментарии, в которых его упрекали в непрофессионализме. Зарема Салихова снова ушла из Телеграма и на этот раз похожа навсегда. Жене главного акционера Спартака оказалось просто нечего ответить на разоблачающие посты бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Плюс, возможно, в клубе прислушались к требованиям активной группы болельщиков, которые ранее на всю эту ситуацию никак не реагировали. Матч первого тура чемпионата Франции Монпелье-Марсель был прерван во втором тайме из-за беспорядков на трибунах. Домашняя команда, выигрывавшая после первого тайма со счетом 2-0, во второй половине встречи пропустила три безответных мяча, что не очень понравилось местным болельщикам, которые забросали поле посторонними предметами. Запасному игроку Марселя Валентину Ронжье бутылкой разбили лицо. Арбитр увел команды с поля, и когда трибуны успокоились, оставшиеся 10 минут встречи были доиграны. Российский арбитр Сергей Карасев в своем инстаграме поделился положительными эмоциями в ожидании матча за Суперкубок Европы, на котором будет работать его бригада арбитров. Встреча между Вильяреалом и Челси состоится 11 августа в Белфасте в 22.00 по московскому времени. На сегодня на этом все. Спасибо вам за уделенное время. Обязательно делитесь своим мнением по всем этим событиям в комментариях под роликом. Сможет ли Месси выиграть для Парижа долгожданную Лигу Чемпионов? Оправдает ли гриллиш звание самого дорогого британского футболиста и так далее? Также не забудьте влепить этому ролику лайк, подписаться на канал и пробить в колокол. Все, всем пока и до скорого!